Всем салют, вы на канале Спился Снайпер. В прошлом ролике я сказал, что если вы наберете 2000 лайков, то я сделаю видео про Триагрутрику. В общем, меня вы очень порадовали, и сегодня мы вновь пройдемся по уральскому рэпчику. Сразу извиняюсь, если упущу многие детали, ведь группа ТГК имеет большой бэкграунд, и очень трудно будет упомянуть все, что связано с ними. Итак, встречайте, коллектив из Челябинска, который наделал очень много шуму в русском рэпе. Чуваки, которыми вдохновлялись Ау-74, и вторые амбассадоры Азину Тритопора. Вы на канале Сынк Эбаутит, погнали! И по традиции начнем мы с моего знакомства с группой. И знаете, если Ау-74 в моем окружении я встречал крайне редко, то ТГК появились в моей жизни очень ненавязчиво и постепенно. Я слышал их в машине у друзей в качестве саундтрека в реальных пацанах, и просто знакомился с группой как-то непринужденно. На момент написания сценария я действительно не могу вспомнить конкретный момент жизни, когда я бы мог узнать о них. Наверное, это произошло чуть раньше, чем знакомство с Ау-74, но позже, чем с Гуфом. Но не суть. Группа была образована в 2004 году, и, наверное, в развитии группы можно обозначить три условных этапа. Сейчас мы подробно поговорим о первом. Но для начала давайте разберемся с названием и участниками. В общем, название было придумано из ниоткуда. Расклад был такой, что до идеи Триагрутрика в Гугле не было ни одного такого запроса. И когда они уже стали популярными, то все запросы, связанные с названием, уже были только о них. В этом и вся фишка, слово которого не существует. А еще больший шарм добавляет и сокращенное название группы ТГК, которая совпадает с сокращением тетра... гидро... Ёбаный, бля! Тетра гидрокры... Бля! Тетра гидрокана... Пиздец, бля! Тетра гидроканабинола, одного психоактивного запрещенного вещества. Мы ничего не пропагандируем. А вообще, когда-то давно я читал историю, что Джамал однажды проснулся весь в поту ночью и увидел эту надпись у себя на стене. Но это, как я думаю, совсем сказки. С никнеймами дела обстояли куда проще. Джамал посмотрел фильм «Найти Форестера», где главный герой был писателем. И Артем, так зовут Джамала, заюзал имя ГГ для своего ника. Пузо получил свою кликуху в детстве из-за своего лишнего веса. Ингушета прозвищем нарекли его коллеги по цеху. А Виби просто взял в качестве псевдонима свою фамилию. Так вот, группа была образована в 2004 году, в составе которой были Джамал, Виби, Пузо, Ингушет и МС Подъезд. Последний, кстати, состоял в группе только на момент записи первых треков, а потом переметнулся в Таджмахал. Позже группа приняла участие в шестом командном баттле «Хип-хоп-ру», где они вылетели в пятом раунде. Яу, раз-два, ДГК давай, головой качай, здесь опуренный ублюдок, и нарк летяй. Яу, травка поверх пивка, гнянь, да поверь в иньянь, а оригинал распиздяй, хочешь быть как я? В то же время была выпущена первая часть релиза демо Индомоскул, состоящая целиком и полностью из демок группы. Позже выходит и вторая часть. На этом, в принципе, и заканчивается первый этап становления коллектива. Тогда ребята еще не обрели свой стиль и просто пробовали все, что могут. Но на этом история не заканчивается, а мы переходим к самому сладкому. И вот выходит альбом «Вечерний Челябинск», который дает группе огромную популярность по всей стране. Отметить, естественно, стоит самый топовый трек «Биг Сити Лайф», а именно клип. Однажды молодая девушка-фотограф Алина Пезок предложила снять ребятам клип на трек «В моем городе звезд не видно». Ей сказали «Либо Биг Сити Лайф, либо никакую. Она такая же по атмосфере». А ей ничего не оставалось, как согласиться. В итоге получилась шикарная уличная работа, передающая всю атмосферу Челябинского вечера. Недаром его считают одним из лучших клипов у ТГК. Позже Алина работала с Гуфом Ау-74 и сейчас имеет дело с Литл Биг. Затем вышел альбом ТГК Алипсис, который еще больше укрепил пиздатость группы. Как по мне, он вышел даже лучше, чем предыдущий Бэнгер. После вечернего Челябинска группу заметили многие рэп-исполнители, которые, естественно, были не против питануть в ТГК, что и произошло. На альбоме в качестве гостей записались Рэм Дига, А-84, Чемодан, Восточный Округ, Полумягкие, Гуф, Нагана, Смоки и много кто еще. Заручившись поддержкой Басты, их в том же году подписывают на лейбл Газгольдер. Позже выходит последняя часть демо Индомоску, завершающая коллекцию демок. В 2012 году происходит первое появление на телевидении вместе со Смоки Мо. Там на первом канале они исполнили свой трек «На работу», который позже использовался в качестве саундтрека к реальным пацанам. «Понемножечку, помаленечку, по кофеечке, по зернышку, по семечку, я на работу, с утра на работу». Фанаты отреагировали на это неоднозначно. С одной стороны, само появление на телеке для многих выглядело зашкваром. С другой, ребята продолжали следовать своему вектору и не подстроились под хайповую мишуру. Затем выходит неплохой альбом базирования, на котором в противовес Тегакалипсису вообще отсутствуют фиты. Ребята решили показать, на что они способны сами, и у них это получилось. Прекрасные джазовые сэмплы, обсуждение наболевших тем и отсутствие фитов, демонстрирующие самостоятельность и хорошую работу в команде. Кулак, а кулак, в моей машине грохочет рыбак так, что не слышно речи. В бардачке и пятак, мою машину украшает рыбак. Охуенчи, картинка замирает, большая машина медленно выезжает со двора. Этот кусок уже будет закончен где-то в районе пяти. Тому, кто конкретно ценит наш почерк, нужно будет прийти. Несколько сотен черненьких точек с ума не смогут свести. То, что мне завтра наколит кольщик, никто не сможет свести. Ну а теперь мы плавно переходим к завершающему этапу деятельности группы. И вы спросите, куда делись те три года с 14 по 17 год? Все очень просто. В те годы участники активно занимались сольным творчеством. Было выпущено около восьми альбомов. В то же время у парней и закончился контракт с Газгольдером. А вот в 17 году выходит совместный альбом с АК-47. И получился он, если не провальным, то не совсем удачным. Лично мне местами зашел только Ингушет, но в целом ситуация была очень удручающая. Еще больше усугубляет ситуацию реклама Азии Нутри Топора. Если АК-47 непроизвольно уже давно стали главными мемоделами русского рэпа, то ТГК напротив вещали более серьезный посыл и оставались в тени андеграунда. С другой стороны, ничего зашкварного в этом особо нет, учитывая довольно жирный гонорар за клип. Чуваки просто заработали бабок. Да и сама работа получилась довольно забавной. Азина Три Топора! Спасибо, мне пора! Азина Три Топора! Азина Три Топора! Азина Три Топора! И вот в 18 году выходит альбом Байтри Агрутрика. Видимо, ребята понимают, что положение не очень хорошее и возвращается в свою стезю. И получается это у них как никогда хорошо. Да, альбом был не таким прорывным, как ТГК Алипсис, но там также имелись неплохие работы. И как я уже обещал, пару слов надо сказать о сольном творчестве. Больше всех здесь выделился Джамал, выпустивший около 17 релизов. Сам я не особо знаком с сольниками всех участников, но некоторые треки все-таки могут засесть в голове. Виби также не отстает. С 15 года он стабильно раз в год радует своих фанатов эпишками. Ну и остальные, соответственно, делают то же самое. Что будет с группой дальше, предположить не может никто. Может они продолжат делать в своем стиле, может вслед за чему проведут рестайлинг, может займут нишу рэперов с телека, как, например, их коллега Баста, а может просто распустят группу. В любом случае, они уже сделали достаточно для нашей культуры. Ведь именно их треки в году эдак 2010 вы могли слышать где угодно. О таксистов в машине, в тазах у пацанов, в динамике телефона у одноклассника и даже по телеку. Парни пели о том, чем живут, и это и есть настоящий андеграунд. Он должен коснуться проблемы любви, вспомнить о родителях, а также вспомнить о друзьях, о том, чем ты занят, то, что ты любишь. Обо всем, абсолютно. Идеальный текст – это тот текст, в котором ты затронул каждую злободневную тему. Так сказал Ингушет о формуле хорошего текста. Впрочем, эта цитата будет, наверное, лучшим завершением к обзору. А я с вами прощаюсь. Вы были на канале Синкобаутед. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забудьте ебануть в колокол, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей. И помните, самодельный рэп – самый дельный. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok